Война Царя и Сына и Святаго Духа. Аминь. Еврейская манера – отвечать с вопросом на вопрос и показывать, что первый вопрос неправильно просто поставлен. Что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Для этого не надо ничего делать. Это во-первых. Во-вторых, ты, собственно, к кому пришел? Ты пришел к учителю жизни? Учитель жизни – Бог. О чем ты спрашиваешь? И жизнь – это не то, что имеют. Вот что пытается сказать Спаситель. Жизнь вечная – это что? Вот вечно наслаждаться покоем, безопасностью, детьми, родными. Вечером в саду стол накрыт, приходят друзья, свечи, сухое красное вино и разговоры о прекрасном и о высоком. Это вы... Ну, конечно, нет. Жизнь вечная. Да не в этом, говорит Иисус, дело. Просто вот брось все, иди за мной. Иди. Акцент – иди. Потому что жизнь вечная – это не то, что лежать на печи и есть калачи. Жизнь – это путь. Это еще молодой человек был из застенчивых и на предложение не прелюбодействовать не ответил, как мне недавно. А как вы определите прелюбодеяние? Что это такое? Ну, что тут давать определение? Послушайте, мы всю жизнь блуждаем. Вот и все наше прелюбодеяние. Войны, воровство, ложь – это все... Жил на свете человек кривенькие ножки, ходил он целый век по кривенькой дорожке. Все. Вот оно прелюбодеяние. И хуже может быть только то, что часто мы считаем, тоже мне вот там же сказали, что... Ну, а что такое любовь? Вот. Есть сексуальная страсть, и это один из источников любви. Это все равно, что сказать, что у меня есть ноги, и поэтому я люблю путешествовать. Да, конечно же, нет. Конечно, нет. У скольких людей есть ноги, а путешествовать они не любят. Сексуальная страсть есть у всех, а любят не все. И не так, как надо бы. А кто любит, часто сексуальная страсть тут вообще ни при чем. И страсть приходит и уходит, а любовь остается. Я уж не говорю про то, как даже древние греки делили, что есть любовь такая, такая, такая. А сексуальные страсти-то они вообще туда вот, куда-то на периферию отталкивали. Они были не глупее нас. Так вот, путь любви. Вот, что мы ищем. И нету вечной жизни какой-то особой, как существование. А есть любовь бесконечная. Это любовь, которая приходит к нам, которая нас создала. Бог – источник нашей любви, нашей способности любить. Помимо всякой страсти, помимо всяких обязательств и расчетов, помимо жизни и смерти. Бог есть любовь. И мы – образы подобия Божия. Мы – источник любви. А мы не те, кто результат. Мы – причина любви в этом мире. И поэтому мы должны идти. Это все равно, что сказать, что мы должны любить. И точно так же, как есть разные прелюбодеяния. Кто-то может удариться в политику, кто-то ударяется в политиканство. Кто-то в садик, кто-то в кабачки, кто-то во флоксы, кто-то в папоротнике. Я недавно общался. Хороший человек. Все. Но человек коллекционирует папоротники, выписывает из-за границы. Он мне их показывал. 20 разных видов. И действительно, приглядишься – 20 разных папоротников. Это замечательно. Прекрасно. Суха, мой друг, в теории везде. А папоротники пускай зеленеют. Но главное – это мы что должны выписать? Мы должны выписать способность любить, идти по жизни. Ну, как бы вам сказать, прямо – путь любви прямой. Но он не прямолинейный. Путь любви прямой в одном очень важном смысле. Прямая – это кратчайшее расстояние между двумя точками. И любовь – это наша способность найти и пройти путь к сердцу другого человека как можно быстрее, напрямую. Это не всегда означает коротко. Но это не означает, не отклоняясь в какие-то свои соображения. Другой человек. Бог. Вот кого мы призваны любить, и за кем мы призваны идти, и к кому мы призваны идти. Со своим сердцем, со своей душой мы для этого созданы. Все остальное – животное в нас, ботаника, папоротники, солнце – это всего лишь телеграфные столбы за окном. А мы мчимся к человеку, а мчимся, чтобы осуществить любовь, которая кипит, которая расцветает, которая светится в нас и делает нас не овощами, не цветочками, не животными и обезьянами, а делает нас дочерями и сыновьями божьими. И тогда мы уже не задаем вопросов и не спрашиваем. А вот мое имение, его раздать или не раздать, дачу продавать, автомобиль продавать, если его кто-то купит. Мы уже не спрашиваем, потому что это не вопрос, а вопрос в том, кого ты любишь, для кого ты живешь, кому ты хочешь отдать свою любовь. Это нельзя раздать просто вообще, надо раздать нуждающемуся. А чтобы увидеть человеческую нужду, нужно полюбить, а чтобы полюбить, часто нужно увидеть нужду свою в любви чужого. Порочный круг, который разрешается только благодатью. И вот это Христос, это Богоявление, это Евангелие. Мы крутимся по кругу и в нашей любви, и в нашей ненависти. И вот приходит Сын Божий, и Дух Божий снисходит, и разрывает нашу запутанность, нашу потерянность во своих каких-то представлениях. И выводит нас на путь вечной жизни, на путь вечной любви, прямой и бесконечной. В отличие от всех кривых путей, это путь света, и его скорость больше, чем мы можем когда бы то ни было пройти. Это навсегда. Аминь. Городцы, все, все души, от всего помышления наших, Городцы.